Север 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 Сохранение традиционных знаний о сохранении культуры наших народов. Я считаю, что это очень важно. И поэтому этот момент, отец и сын, когда в игровой форме, в ненавязчивом общении ежедневном, передаются традиционные знания и культура наша, наверное, это важно. Статуэтки посвящены персонажам, мифологии и шаманам. Некоторые из его творений удивляют тонкой резьбой и точностью передачи настолько мелких черт, что требуется лупа для полной оценки работы автора. Сейчас Станислав Манига работает над очередной задумкой. На кости из бивня мамонта в мастера попросили отобразить реалистичную жизнь коренных народов Севера. Мастер признается, что в самом материале уже скрыт молчаливый сюжет, который нужно лишь помочь проявить. Бывает, помогают земляки, приходят какие-нибудь люди, у которых осталось от родственников или еще от кого-нибудь там коллекция рогов или еще что-то. Бывает, на стенах раньше было элементы интерьера, вешали рога на стену и прочее. Приходят, приносят, приходят покупать, а что делать? Иногда по-разному. Кто-то заказывает и рассчитывается не деньгами, а, допустим, материалом и так далее. Конечно, бивень мамонта такой материал очень редкий. Его не часто и предлагают, и приносят, или появляются какие-то. В основном, конечно, покупаем у людей. То есть, как такового, вот как в магазине, да, прийти, ввести мне там 3 килограмма бивня, нет, такого не бывает, конечно. Вот, к сожалению, может быть. Конечно, у каждого материала есть свои свойства, свои нюансы, свои достоинства, свои недостатки какие-то. Каждый материал требует свой инструмент. Допустим, рог барана очень сложно обрабатывать инструментами той заточки, которая используется или для бивня мамонта, или для клыка маржа. Ну, опять же, из-за структуры материала. Ну, с другой стороны, бивень мамонта материал очень долговечный, красивый и такой очень, как бы, тактильный, что ли. Так и хочется его потрогать, вот, изделия из него, они, как бы, хранят в себя, наверное, все самое хорошее, что сохранилось за это время. Пока Станислав Манига работал, в выставочном павильоне организаторы готовились к предстоящему событию. В этом году фестиваль Косторезов народов мира в Магадане проводился впервые. Среди участников были известные мастера и заслуженные художники из России и дальнего зарубежья. В этом небольшом зале выставлены около тысячи уникальных экспонатов из шести стран мира. Мастера приехали из России, Беларуси, Украины, Вьетнама, Китая и Финляндии. Чукотские божества, бытовые сценки, птицы, звери создают атмосферу древних преданий, сказок и эпосов. Многие работы мастеров входят в каталог современного искусства. Магаданцы, как всегда, традиционно работают практически во всех материалах, которые используются в Косторезном промысле. Это и бивень мамонта, и клык маржа, и зубка шалота, и рог оленя, и рог лося, и рог снежного барана. В общем, все, что возможно, они все используют. Именно поэтому изделия и работы получаются очень интересными, они получаются разнообразными. То есть сам материал порой диктует и технику, и стилистику, и диктует, и даже сюжет. Поэтому магаданцы, конечно, как местные, мы как хозяева здесь, и большое количество, то есть я даже, честно говоря, не знаю, но порядка 30 художников из Магадана и Магаданской области представлено здесь на выставке. Художественная резьба – утонченное искусство. Поделки продуманы и выполнены со вкусом. Чукотские божества, охотники, птицы и звери погружают гостей в атмосферу древних преданий, сказок и эпосов. Из своих работ привез 50 работ. В основном я придерживаюсь традиции на северные мотивы. И я уже, как говорил, рассказываю в основном о бытиях, традициях и о нашем суровом северном крае. И сейчас я вот уже посмотрел, приехали, приехало много гостей, художников, косторезов. И работы у всех очень разные, но и индивидуальные все работы, и по-своему все красивые. И у каждого, у каждой работы свой почерк. Гравировка на кости, рельефная и ажурная резьба. Визитная карточка косторезов Якутии. Удивить ювелирными изделиями с самородками и драгоценными камнями удалось тюменским мастерам. Скульптуры из дерева и кости баранов художников Белоруссии и Украины наполнены глубоким смыслом фольклорных сказок. Придумать новое и запрести в наше время уже невозможно. Все новое – это хорошо забытое старое. Ну, стараюсь отличаться от других косторезов, художников. Больше придумываю сам. Делаю упор на скрим. Старое, скажем, такое искусство нанесения рисунка на кость. Друг с Украины зуб косатки дал, я на нем скринил. Набуевали много делаю. Все, что попадает под руки, полируется, на всем пробую. Мастера из Китая представили более 200 работ из самого редкого и дорогого материала – бивня мамонта. Ажурные серьги, статуэтки и шкатулки выполнены с ювелирной точностью. По итогам международного фестиваля гран-при вручили колымскому косторезу из Гижиги Юрию Ханькану. На эту выставку привез не так много работ, но около 50. Некоторые работы я увезу с собой на праздник у нас будет. Это на праздник. Это в Север-Эвенск, в Север-Эвенский городской округ. Некоторые я оставлю здесь. И в будущем будет такая же возможность. Я обязательно приеду. Почетные дипломы и статуэтки лауреатов первой и второй степени уехали в Якутию, Чукотку, Белоруссию, Архангельск, Финляндию, Казахстан, Красноярский край, Владивосток, Салихард. Специальный приз получили мастера из Одессы. В руках мастера то, что через два месяца обретет форму, а позже вдохнет жизнь. Инструмент позволяет ему делать точные и аккуратные движения. Резьба по костей для автора близка по крови. Он работает, прислушиваясь к инстинктам. Он не фантазирует, но часто творит, выжидая, когда что-то божественное откроет образ.